Пророк Илья был первым, кто воскресил из умерших человек при жизни. И по его молитвам был воскрешен юношем. Пророк Илья – это тот, кто был восхищен живым на небесах, на огненной колеснице. Он не умер телесно. И пророк Илья – это тот персонаж евангельский, между прочим, не только ветхозаветный, который присутствовал рядом с Господом Иисусом Христом уже в новозаветное время, когда Господь Иисус Христос взошел на гору Фавор для своего собственного преображения. Рядом с ним был и пророк Божий Илья. И мы с вами исповедуем, что Илья еще явится на землю. И подобно святому Иоанну Христителю предсече, то есть предшественнику Христу, который предшествовал Богу на земле в те давние времена, во времена, когда Христос вышел на проповедь, пророк Илья точно таким же образом, подобно Иоанну Христителю, предшественнику Христа, будет шествовать впереди Мессии, Спасителя, который приедет к нам на землю во второй раз. То будет его славное второе пришествие. Существуют различные приметы, поверья, связанные с этим персонажем. Пророк Илья принес гнилья. Вот мы, церковь, категорически против таких высказываний. Пророк Илья никому гнилья не принес. Да, дождь по его молитвам Господь на землю посылает. Во времена засухи мы обращаемся к пророку Божию Ильи за помощью, чтобы по его молитвам, как это было некогда в те времена его земной жизни, Господь снова чтобы произвел на земле влагу, чтобы земля оросилась влагой, чтобы не погибло то последнее живое, что иногда гибнет, когда мы с вами не имеем с небес дождя, ни каплю воды. Но вот эти приметы, которые существуют в народе, ну, это может быть, с одной стороны, конечно, наблюдение, но было бы замечательно, если бы люди, многие, да все мы православные христиане, чтобы мы знали житие Святого Угодника Божия и знали, чем он был прославлен, а не только лишь благодаря вот этой примете, которую из уст в уста передают из поколения в поколение люди по поводу того, что пророк Илья принес там нечто. Мы, христиане, должны правильно чтить и отмечать церковные праздники.